Более 2 миллиардов рублей в виде кредитов на заработную плату для бизнеса региона. Свыше 850 миллионов реструктурированных кредитов для жителей в период пандемии и места в топ-20 налогоплательщиков области. Таковы результаты работы Тверского отделения Сбербанка за прошлый год. Итоги 2020-го подвели на пресс-конференции с участием управляющего Виктора Аршинова. Все подробности в материале нашей съемочной группы. Несмотря на все сложности, которые принес минувший год Тверское отделение Сбербанка, 2020-й может занести себя в актив. С этого заявления, открывая итоговую пресс-конференцию, начал управляющий Тверским отделением Сбербанка Виктор Аршинов. В период пандемии финансовая организация смогла обеспечить бесперебойную работу своих филиалов. Свыше 500 сотрудников выходили на работу каждый день. По итогам 2020-го года Тверское отделение Сбербанка вошло в топ-4 налогоплательщиков города Твери. И в топ-20 налогоплательщиков Тверского региона. Серьезная работа велась по поддержке бизнеса и населения. Так, в виде кредитов на заработную плату Тверское отделение Сбербанка выдало около 2 миллиардов рублей. Было профинансировано строительство 57 тысяч квадратных метров жилья. Объем реструктуризации по государственным и собственным кредитным программам для бизнеса Верхневолжья достиг более 1,7 миллиарда рублей. За этими цифрами стоят стабильность работы, вопрос сохранения рабочих мест. В социальной сфере важным проектом для Сбербанка стал запуск новой модели пассажирских перевозок на территории Тверской агломерации. Впервые в России стало возможным использовать обычные банковские карты в качестве проездных билетов. Записывать на них абонементы, получать скидки за пересадки, оформлять льготные проездные. Банковская карта стала очень популярным способом оплаты. На сегодня 3 из 4 поездок оплачиваются карты. В 2020 году Сбербанк продолжил развивать сервисы своей экосистемы. У жителей Верхневолжья все большей популярностью пользуются такие сервисы, как Сбермаркет, Сберздоровье, онлайн кинотеатр Окка. Эти и другие сервисы доступны в единой подписке Сберпрайм. Важную работу Сбер ведет и в благотворительной сфере. Так, в 2020 году были проведены акции «Поможем медикам вместе». Сотрудники Сбера приняли участие в акции «Подари дрова». А за реализацию проекта «Тверская земля. Память народа» коллектив Тверского отделения признан лауреатом премии в области экономики и финансов имени Столыпина в номинации за вклад в реализацию проектов, посвященных Великой Отечественной войне. Продолжение следует...